Авиарейсы в Хакасии сегодня вновь скорректировала погода и сильный туман. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что самолету авиакомпании С-7 по направлению Москва-Абакан удалось произвести посадку в нашему аэропорту по расписанию, а вот обратно борт улетел с задержкой. Немного задерживаются с прибытием самолеты из Омска и Новосибирска. Пассажиров обеспечивают прохладительными напитками и горячим питанием. Российские университеты опубликовали на своих сайтах правила приема на 2023-2024 годы на основе федеральных правил, утвержденных Миноборнауки. По сути, дан старт приемной кампании 2023 года. Об этом пишет российская газета. Напомним, в следующем году абитурентов ждет много нового. Прежде всего, Миноборнауки сократила до пяти максимально возможное число специальностей и направлений, на которые можно подавать документы. Ранее один абитурент мог подать до десяти заявлений. Кроме того, при желании можно будет одновременно подать два заявления на бюджетное и на платное отделение. Причем, если выбрано несколько специальностей, то нужно сразу расставить приоритеты. На них и будет ориентироваться приемная комиссия. Также установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. 5 ноября в Хакасии почтут память земляков, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. В Абакане в Димитриевскую родительскую субботу в 12.30 на привокзальной площади у памятника сыновьям Хакасии погибшим в локальных войнах состоится митинг. Вспомнить имена погибших героев и отдать им дань глубокого уважения придут официальные лица республики. Глава Абакана Алексей Лемин, руководители органов госвласти, представители молодежных и ветеранских общественных организаций, ветераны боевых действий и локальных войн, а также родственники и друзья погибших. Участники митинга по традиции возложат к памятнику цветы. Участники митинга по традиции возложат к памятнику цветов.